Но если люди упахиваются целый день, они живут в будущем, в суете, они не смогут вкладывать в ребенка, потому что у них нет на это душевных сил. И ребенок чем будет заниматься? Он тоже будет жить в суете, он будет сидеть и сутражно играть в свою вот эту компьютерную игру. Это значит, что он просто перенимает атмосферу, в которой живут взрослые. Вот как устроим разум ребенка? Что такое разум? Разум – это сила, которая человеку дает возможность как-то жить. Вот, допустим, что такое разумный человек? Разумный человек – это человек, способный включить переключатель. Вот, допустим, я устал, наскупила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. Не уделить не с кем. То есть пошел, переключился и пошел радоваться земле Невской, да, любить свою родину. Вот, наполняться силой. Если не смог переключиться, значит, тогда будешь страдать дальше. Вот, что такое разум? Разум означает переключатель сработал. Не пошел, уперся там в новости, в фильм какой-то очередной, в скандал там. А пошел и наполнился счастьем, радостью. И твоя жизнь стала лучше от этого. Каждый день, если ты сейчас вкладываешь в свою жизнь, она начинает меняться. Ну, скажешь, ну, как меняться? Работа же та же самая. Все зависит от твоих качеств. Если у тебя качества меняются, происходит скачок. Вот, допустим, жила с мачехой, заботилась радостно о ней. Служила и ей, и своей сестре. Мачеха любит сестру, тебя гоняет. А ты всех любишь, радуешься. И дальше какой результат? Когда ты сестру будешь собирать на бал к принцу, ты тоже туда пойдешь. И принц выберет тебя. Сказки читаете, нет? Детские. Это не сказки, это жизнь. И там чем Золушка занималась? Она любила природу, да? Она любила людей, все прощала. Всегда была жизнерадостная. И получила принцип результат. Все, это результат ее судьбы. Так всегда бывает. У кого переключение не получилось, честно, поднимите рот. Ну, честно. Это значит, что вы находитесь в стрессе. Не работает механизм. Сам по себе не работает. Если человек не в стрессе, он весь включился. А если нет, значит, нужно прилагать особые усилия. Понимаете? Вот эти усилия человек сам выбирает идти этим путем. Итак, у стресса есть стадии. Первая стадия – это не усталость, о которой я сейчас говорю. Это просто жизнь. Приходит время, и наваливается тяжелая судьба. Она что-то отнимает у человека. То, что ему очень дорого в жизни. В этот момент наступает шоковое состояние. Это первая стадия стресса. Шоковое состояние человек пытается вернуть то, что есть у него. Хотя бы в своем уме. Он не верит. Не может принять. Кто-то ушел из жизни. Его бросили. Его выгнали с работы. Он не верит еще в это. Он не согласен. Он как бы верил в эту работу. Верил в того человека, с которым жил. Верил в мужа, жену. И он потерял это. Человек в шоке. Потому что он верил в удачу. Удача ушла из его жизни. И он сначала просто пытается все вернуть. Если это можно вернуть. Допустим, мужчина возвращает женщину. Женщина мужчину. Человек унижается, ходит, пытается вернуться на работу. Но так как он в шоке, никто ему ничего не вернет. Человек, который потерял себя, никогда никому не нужен. Вот допустим, мужчина, Иппорит Матвеевич, возвращает свою жену. Девушку. Невозможно. Надо сначала прийти в себя. То есть нужно быть самодостаточным. Тогда на тебя обратят внимание. Но если ты с ума сошел, у тебя крыша съехала от горя, и ты ничего не соображаешь, то к тебе никто не вернется. Зачем мне такой человек нужен? Когда есть другой вариант, допустим, получше. И так далее. Ну то есть шок. Шоковое состояние постепенно развивается, и человек перестает спать и есть. Если это дошло до такой стадии, то это значит, что стресс будет длиться больше года. Ну то есть, если, допустим, вы в стрессе находитесь, и вы можете спать и есть, это значит, что все более-менее нормально. Но если вы потеряли сон, то это означает, что ваш стресс, вы не уйдете из него просто так. Вам понадобится много-много времени на это. Даже если вы умеете молиться, работать над собой. Причина, почему человек перестает спать, это сильное истощение внутреннее и есть. Вот самые последние функции, которые человек теряет, это способность кушать и спать. Потому что эти способности самыми глубокими частями психики контролируются в жизни человека. То есть, другими словами, почему вы находитесь в стрессе, потому что вы сильно примагнитились к той потере, которая у вас есть, и она, эта примагниченность истощает, быстро очень истощает ваши внутренние ресурсы счастья. Когда эти вымываются последние ресурсы, то у вас пропадает огонь пищеварения, вы не можете уже переварить пищу, и у вас пропадает аппетит, и пропадает также вот этот вот ресурс, который дает возможность человеку отдыхать. Для того, чтобы нам отдыхать, нам нужен определенный резерв счастья внутри. Если этот резерв истощен, человек не может заснуть просто. Он хочет, но не может. Он хочет поесть, но не может поесть. Ничего не лезет внутрь. Это значит, что он очень сильно примагнитился к тому, что произошло. Сильнее своей собственной воли. Это значит, что он потерял что? Свою веру. Ну, то есть, он верил во что-то, и это потерял. И это значит, что он погрузился в стресс, потому что стресс означает, что ты потерял самое дорогое что-то, иначе бы стресса не было. Вот ты потерял что-то не самое дорогое, ну что ты в стресс войдешь? Нет. А когда дорогое потерял, то входит человек в стресс. Что дальше происходит? Дальше происходят интересные вещи. Сначала человек, ну, какое-то время не верит. Он верит, что все вернется назад. Но при этом все больше теряет себя. Если он все больше теряет себя, значит, точно ничего назад не вернется. Ну, допустим, как определить, что муж назад вернется к девушке? Если он ушел, а она более-менее чувствует себя хорошо, то есть, она в стресс не вошла, значит, он вернется, скорее всего, потому что он орицетворяет просто ее судьбу. Но когда, в каком случае она себя будет хорошо чувствовать? Еще раз повторяю, не обязательно же в стресс ходить. В стресс означает просто испытание. Не обязательно испытание иметь тому, кто уже знает, как сдавать экзамен. Еще раз повторяю, я вам не зря включал эти там сердца на снегу. Дороги, дальние сила. Это и есть способность вырваться из стресса. Понимаете, если ты любишь природу, любишь людей, любишь Бога, и у тебя эта любовь непоказная, ты в момент опасности сразу туда устремишься и наполнишься этой силой. Любишь природу, но в природу пойдешь. Любишь людей, к людям побежишь. Любишь Бога, побежишь в храм. Ну, то есть, ты пойдешь туда, где тебе поможет. Это естественно для человека. И тогда ты не войдешь в такое состояние, в это стрессовое, так глубоко, чтобы ты потерял сон и не смог есть там, допустим, и так далее. Ну, примерно вот так вот. Вы уже там слышали эту песню, как жажду средь мрачных равнин, измену, забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее мыло. То есть, неправильно человек вспоминает о том, что его бросили. Теперь другой вариант. Смотрите, человек любит природу, любит снег, любит дождь, любит подружку, любит мужиков, которые там играют в домино во дворе. Ну, то есть, любит всех. И это значит, что он не будет сильно страдать от развода. Будет какой-то страдать, но нельзя. Сила есть, ты приходи навсегда. Я тут не одна, у меня есть тот дождь, тот снег, у меня соседи в домино, Наташка, с которой я в кино спешу. И у меня все классно, понял, без тебя. Чуть-чуть тебя не хватает. Ты знаешь, что он вернется, а куда он денется? Она же наполненная. Представляете, он ее бросил, а она такая. Счастливая. Не одна женщина в Одессе говорит. Олег Игнатьевич, я молилась, все дело, как вы говорите. И сначала я вот в стресс вот вошла, потом потихоньку вышла из него. Потом я научилась, его простила как-то полностью, потом с ним научилась разговаривать по-доброму. Вот он мне все равно сказал, что он разводится. И один раз я просто как бы ему говорю, он говорит, ты что такая веселая. А я ему в шутку говорю. Ну как ты думаешь, почему? Она такая, что, у тебя кто-то появился, что ли? Она говорит, догадайся сам. И пошла. Он пришел к ней разбираться, в чем дело вообще. Что такое? У тебя что, кто-то есть тут? Что такое? Она говорит, ты же разводиться собрал. Ну иди разводись. Я передумал. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Сейчас смотрели мультик, нет? Мужик корову пошел продавать. Нашел хорошего этого продюсера, да? Который рекламу корове сделал. Тот слушал, слушал. Корову, короче, не дал продавать. Назад повел, говорит. Такая корова нужна самому. Вот и все. А корову жизнерадостная. Понимаете? В этом прикол. Как обредить, что вы победили судьбу? Наполняйтесь. Не сдавайтесь. Не худеете. Ни несчастны не становитесь. С мужем ничего выяснять не надо. Со своей судьбой выясняйте. Станьте самодостаточной, счастливой. Природой наполнитесь, добрым людям наполнитесь. Радостной станьте. Румяной станьте. Куда он денется? С подводной лодки вашей судьбы. Запомните, человек может убежать только от того, что ему не нравится. Но если вы счастливы и самодостаточной, как он убежит? Между вами же ниточка. Можно убежать, когда ниточка противная, неприятная тебе. Ты уходишь. А если ниточка хорошая, как ты убежишь? Да невозможно убежать. Вот и все, ваша судьба в ваших руках. Просто не делайте глупости, не погружайтесь в эти мысли. Как мне тяжело. Что же мне теперь делать? Когда это все закончится? Надо ли Геннадьевич спросить? Когда плохой период кончится? Наконец-то. Региночка, когда я опять выйду замуж? Знаете, что хочется сказать? Никогда. Почему? Экзамены надо свои сдавать, а не сидеть мечтать. Когда люди верят в Бога, они спрашивают меня, как работать над собой. Когда люди верят в удачу, они что меня спрашивают? Когда кончится плохой период? Разок приехал в один город, девушка такая спрашивает меня. Олег Геннадьевич, вы в прошлом году говорили мне, что я через 8 месяцев встречу человека по моей судьбе. Видите, я одна до сих пор. Я говорю, ну вы же встретили. Я прям ей говорю, я вижу, что она... Говорю, вы же встретили. Она говорит, в смысле, вот этого что ли? Я говорю, ну кого заслужил, а того и встретил. Она говорит, ну если таких замуж не выходят. Так ты работай над собой, тогда встретишь лучше. В этом смысл заключается, понимаете, я же вам не предсказание делаю. Вот у вас судьба в стране поменялась, у вас энергия пошла на удачу в стране. Кто из вас это чувствует, поднимите руку. Это значит, что вы работаете над собой, а кто не чувствует, поднимите руку. Значит, не работаете над собой. Потому что я чувствую, я вижу, я точно знаю, что у вас в стране пошла энергия расти, все лучше становится. Но это незаметно внешне. АПЛОДИСМЕНТЫ Через два года у вас еще произойдет в стране одна одни перемены. Это, скорее, не смена власти, а смена парадигмы, как бы. И после этого начнется очень бурное развитие в стране. Но это все равно идет в развитие. Эти два года тоже будут идти в развитие. Просто вы реально можете почувствовать это развитие сами только через три года. Но в вашей жизни все будет улучшаться экономически уже сейчас, потихоньку. Особенно у тех, кто работает над собой. Потому что только удачливые люди могут получать удачу. А если вы несчастные, так вы и не будете несчастны. Даже в хороший период тоже ничего хорошего не будет. Если человек не справился вот с этим состоянием истощения психического, если он не включился в отношения с Богом, то есть с природой, с добрыми людьми, с молитвой, то он входит, погружается дальше в определенные стадии, которые постепенно разрушают его жизнь. Самый яркий из них, эта стадия сначала идет, эта стадия называется бунт. То есть человек сначала ищет виновных в том, что произошло, он начинает ругаться на всех, кричать, но ругается на того, кто его просил, то есть он ругается, бунтует. Но эта стадия может продлиться несколько месяцев. После нее наступает следующая стадия, программа противоположная. То есть человек начинает обвинять только себя во всем. То есть он начинает винить себя, и он думает, что он таким образом побеждает судьбу. Он постоянно себя ругает, винит, говорит, я грешник, я плохой. Эта стадия самобичевания тоже длится какое-то время, и человек все это делает, все эти стадии, с целью победить судьбу. Он думает в тайне, что если я буду всех ругать, значит меня услышит Бог и мне вернут. Или я буду себя ругать тогда, Бог услышит и мне вернут то, что есть. Но потом наступает интересная стадия, в которой человек точно понимает, что он не получит то, что он хочет. И эта стадия называется депрессия. Вот эта стадия депрессии, это самая опасная в стрессе, она может длиться несколько лет. И если человек реально в эту стадию не поменяет цель своей жизни, не начнет думать по-другому, то тогда в этом случае он может вообще уйти из жизни, или получить неизлечимое заболевание, или какое-то еще разрушение в своей жизни получить. То есть это очень опасная стадия. Понимаете? То есть человек постепенно вянет, 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 вянет. Расскажу вам историю про две помидорки, которые я сажал весной этого года, то есть 2019 года в своем саду. То есть помидорки сначала выросли в теплице, потом я их пересаживал на улицу. Взял две помидорки, совершенно одинаковые, совершенно одинаковыми корешками, и посадил рядом. Одна из помидорок, и обоим помидоркам, знаете, для них вот когда почву как бы меняют, это капец просто какой-то. Понимаете, вот мне так хорошо вот здесь, я так счастлива. «Зачем вы меня куда-то тащите?» То есть их переносили, перенесли помидорки, ну вообще в хорошую почву, на свежий воздух, на солнце. Но они это восприняли как просто супер какое-то насилие. То есть обе помидорки сразу. И почувствовали, что жизнь закончилась. Я просто вам описываю состояние помидорок, потому что я на них настроился, изучал, как они себя чувствуют. Обе помидорки почувствовали себя в новой почве плохо. Ну, примерно так же, как жить в Молдавии, понимаете, ощущение каких перспектив. Ну, то есть они почувствовали себя так. Потом одна помидорка, она хотела свалить в Америку, но не успела и померла. Вот. А вторая помидорка, она приняла эту молдавскую почву, и оказалось, что она очень плодородная, эта земля. И через месяц, вернее, через полтора, она была уже такой большой, красивой, на ней было много помидорок. И она вообще была полностью счастлива и забыла про свой стресс. А все началось с того, что она просто приняла ту жизнь, в которой ей сейчас приходится жить. Ну, просто согласилась, что ничего страшного, поживем здесь, раз сюда попали. И с этого началась ее счастливая жизнь, понимаете. Она потом поняла, что земелька-то неплохая на самом деле. Классная земелька, там вот сады цветут, и солнце светит, как бы юг, там не Сибирь, там не север, понимаете. Увезут я в ту группу, увезут. Вот. Классная земелька-то. Что не хватает? Принятия не хватает. И если посмотреть, я же езжу, как я бродячий пес, и везде одно и то же. Вы что думаете, когда приезжаем в Европу, там все сидят такие? Мы попали туда, надо. Да? Нет, они тоже такие страдают. Кто-то в Германии страдает, мне вопрос задает, как в этой Германии дальше жить. Кто-то страдает в Бельгии, тоже как в Бельгии можно жить. Когда я приезжаю в Израиль, там мне говорят, как в Тель-Авиве можно жить. Я не знаю такого селения, где бы русский мужик не страдал. И красок пишет. Ну, понимаете, проблема не в русском мужике, а вообще так устроен этот мир. Человек сначала, он как бы приезжает куда-то, ему кажется, здесь все классно. Потом он начинает попадать в те засады, в которых там живут люди. Везде, в каждом месте этой земли свои приколы. Один мой знакомый поехал куда-то там, в Таиланд, заниматься стройкой. Он такой крутой строитель, он думал, блин, там деньги, денег мало надо вкладывать. Рабочий чтил дешево, просто копейки платить, а строить можно большие дома. Он так вдохновился. И потом, короче, такой облом он испытал. Оказывается, там люди, они просто не мотивируются ничем во время труда. Даже если им говорить, скотина такая, работай. Он все равно будет очень потихонечку все делать, потому что у него такая природа. Расслабленная. Хоть плати, хоть не плати. И он там за тебе лезвицей задолбался. Думаю, я хочу в Россию. Понимаете? А он не знал об этом, что люди вот так вот настроены. Чем их не вдохновишь? Они просто расслаблены. Там же классно жить. Чего париться? Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Чунга-чангу потом поставили дом собирать. Шансов нет. Везде все одно и то же, но по-разному. Вот, допустим, приезжайте в Германию. Зарплаты высокие. Чистота кругом. Все подстрижено супер. Все такие аккуратные. Где страдания? Кто в Германии был? Где страдания там? Отношения, холод. Никому ты там не нужен. А если на работу пришел, там тебе все по полочкам, если не сделаешь козел, значит. Так ведь? Дальше поехали. Мне рассказывали просто там местные. Говорят, к маме приходишь, надо со своей едой приходить. Это же капец. Как любить вообще друг друга? Следующая проблема. Работать много надо, чтобы выжить. Рабочий день очень длинный. И чтобы найти работу, это надо Богу молиться еще, чтобы у тебя работа хорошая была. Если ты врач, то из медстроя будешь работать. И так далее. Прикольно, а? Птиц нельзя, в лес нельзя сходить. Там частная территория, понимаете? Не знаешь, что там плохо жить в Германии? Для германцев нормально. Ну, то есть, везде свои приколы. Понимаете? Не надо куда-то бежать. Везде свои приколы. Надо принять жизнь просто, понимаете? И все, и ты станешь счастливым прямо здесь. В чем преимущество жить в Молдове? Преимущество заключается в том, что все несчастные, а ты счастливый. Ты вообще вне конкуренции. Вот представишь, ты счастливый, приходишь устраиваться на работу. Ты к тебе сразу возьмут, блин, с руками и с ногами. Теперь мужикам в чем преимущество? Да вообще просто колоссальное преимущество. Все как бы на бадане, а ты без бадана. Понимаешь? Все как бы опа, а ты не опа. И все. Блин, ну трезвый мужик, это же вообще. Круто просто, понимаете? Молдове говорит, круто, трезвый мужик, но на расклад. А? В России все круче. Почему? А вы здесь еще не пожили просто. Вы на экскурсию сходите. Здесь есть место, где можно долго ходить. Между пивных бочек. Полдня. Все под землей. Ну ладно. Мы хороши везде, все нормально. Я не против вашей страны, поверьте мне. Мне нравится ваша страна. Да, я ее обожаю просто. Я здесь недалеко, недалеко в прошлой жизни живу. Чувствую что-то родное. Люди добрые, такие ласковые. Люди очень тонченые. Психика такая очень добрая, такая эстетичная, ласковая. Ну то есть, будьте счастливы, живите там, где вы живете. Не надо никуда сваливать. Каждый человек должен развиваться изнутри, и он успешен становится там, где он находится. Все будет хорошо, если вы будете развиваться. Если вам реально надо переехать, то об этом вообще не надо даже думать. Я вам сейчас расскажу, как это произойдет. Вы просто развивайтесь как личности. Придет время, когда вы разовьетесь достаточно сильно. То в этом случае вы прямо реально увидите, что появляются какие-то возможности. Или вас друг пригласит, вы приедете, увидите, что все там хорошо. У вас будет спокойно в сердце. Не то, что вас будет куда-то нести. Поймите самый главный принцип. Если вас куда-то тянет, вы хотите отсюда сбежать, это очень неблагоприятно. Это значит, что вы бежите в свою погибель, в свою засаду. А если просто спокойно, там как-то организовалась жизнь, вы особо и не хотите переезжать, здесь тоже все нормально. Просто там организовалось все, вы едете туда, опять же спокойно. И там все тоже спокойно. Это значит, что вам судьба уготовила жить в другом месте. И вы сильно не паритесь, понимаете. Но если вас несет, жарит, быстрее беги отсюда. Это значит, что вы бегите, бегите, бежите на свою погибель. Там находится еще, ну там находится стресс. Вы бегите, вы бежите в стресс. Вот это вот желание сбежать, переехать быстрее. Это страшное испытание судьбы. Страшнейшее. Так же, как человек бросает свою жену, убегает к любовнице. Так же человек убегает из своей страны. Результат это одиночество в конечном счете. Может начинаться все очень классно, а потом все резко закончится. Поднимите руку, кто испытал это в своей жизни. А кто из вас почувствовал спокойно, вот предложения какие-то поступили, переехал и спокойно и живет в другом месте. То же самое, видите, нормально. Нет в этом проблем. То есть я не против переезда, я не против других стран. Я везде читаю лекции, везде все одинаково, понимаете. Я по всему миру, в Китае даже читал лекции. Везде все одинаково. Все живут люди. Если не принимают судьбу, они счастливы, не принимают несчастливы. Все. Итак, что же выводит из депрессии человек? Из депрессии выводит только смена парадигмы. Если помидорка решила дальше жить, вот как есть, вот в той земле, в которую посадили. Пройдет полтора года, она вся будет обсыпана помидорами, полтора месяца. Она вся будет обсыпана помидорами и будет испытывать огромное счастье. И она забудет про то, что она в желании на той земле. Понимаете, да? Вот так устроен этот мир, это удивительно знать. Просто принятие реальности. Вот согласиться с тем, что произошло. Часто человек не может забыть человека, он думает с другими людьми, я не буду счастлив. Надо перешагнуть через эту мысль. Надо идти дальше в жизни, не бояться. И тогда все станет по-другому. И вы потом поймете, что на самом деле тот человек, которым вы так сильно парились и думали о нем, он вам и не подходит совсем. Вот если бы он подходил, жизнь бы вас вместе и оставила. Ну раз так получилось, значит так надо. Это нормально все. Вы же живете, развивает, все меняется. Конечно, лучше было бы сохранить отношения. Но не сохранились, ничего страшного. Теперь вы скажете, я сделала аборт. Ну раскаивайтесь и живите дальше, все будет хорошо. Мы сделали кучу грехов просто в этих жизнях, понимаете? Кучу ошибок. Надо просто раскаиваться, жить дальше и побеждать судьбу. Я видел разные случаи, которые вам даже в голову не придут вообще. Один раз один мужчина сел передо мной на консультацию. Говорит Олег Геннадьевич, вот так он прям говорит, что вы мне можете сказать? Смотрит он и позадку. У меня холодный пот такой. Холодное чувство от человека. Ну я так деликатно ему говорю, мне кажется, что в прошлой жизни вы убили человека. И поэтому в этой жизни вам Бог дал испытание определенное. Он посмотрел на меня и говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много человек поубивал. И я такой. У меня такой, опа, такой. Я такой. У меня дыхание такое, знаете, как будто смерть передо мной сама сидит. Он смотрит такой на меня. Я уже в этой жизни поубивал Олег Геннадьевич. Он такой, что он от меня хочет? Оказывается, этот человек, он раскаялся, понимаете? Но это все равно ничего не меняет. И дальше очень жуткие испытания в жизни он получил, понимаете? За то, что он это сделал все. Был наемным убийцей. Вот. И понимаете, его никто не поймал, никто не посадил. Понимаете? То есть, Бог ему дал возможности все, потому что он был таким человеком. То есть, он был готов измениться, раскаяться. И вот он всю жизнь теперь молится, раскается за свои грехи. И этот человек обладает сейчас колоссальными качествами личности, понимаете? Для Бога все одинаковые. То есть, этот человек, хоть и выглядит страшно, у него там осадочек остался в сердце от его поступков. Но он, понимаете, он другой уже человек, не тот, который вот так выглядит. Иногда даже в следующую жизнь переходят вот эти все поступки человека. Но все равно от этого ничего не меняется. Я разок в лиге сижу, на первом ряду сидит мужчина такой, смотрит на меня. Я сижу, как бы, я не могу поймать, то ли это спецслужба, то ли он просто пришел меня прибить. Он смотрит, и у него просто, ну, злючит взгляд просто совершенно. Просто злючит. Но он сидит, слушает лекцию. Я три часа сидел, слушал. Потом попал ко мне на консультацию. Ну, пришел меня спросить. И говорит, Олег Геннадьевич, говорит, у меня три вышек образования. У меня много друзей хороших. Но когда люди меня видят, они, говорят, страшно меня пугаются. Я не могу понять, почему. Я на себя в зеркало смотрю, все нормально, взгляд вроде. Понимаете, человек, когда на себя в зеркало смотрит, он же не смотрит на себя в зеркало, как он смотрит на людей. Потому что, когда он смотрит на себя в зеркало, он видит что перед собой? Любовь к себе. А когда он смотрит на людей, люди что видят? Его судьбу, его поступки, понимаете? Если он в прошлой жизни там злые какие-то дела совершал, у него злые глаза, хотя он добрый человек может быть в этой жизни. Я ему все это объяснил. Он был очень счастлив. Он понял, какой у него взгляд и почему. И он начал продолжать просто над собой работать, потому что он разумный человек. Понимаете, у нас нет такого, чтобы мы были наказаны навсегда, понимаете? Мы всегда имеем право на свою жизнь, на развитие. И вот очень важно понять выбор. Ну, иногда человек выбирает, что ему надо умереть там, или покаяние там, и делать ничего, не имея право. Все, он плохой просто, и все. Это испытание тоже. Один человек встает такой посреди лекции, начинает говорить, вы в жизни сделали то, то, то. Ну, мои ошибки перечисляет какие-то. Что-то придумал, что-то правду сказал. Говорит, вы не имеете права читать лекции. Я говорю, а вы, это, вы, наверное, сам Господь пришли ко мне. Он говорит, я не Господь, но я вам говорю, вы не имеете права. Я говорю, если вы не Господь, вы не можете этого сказать. Потому что мне сказать, могу я читать лекции, нет? Могут только две личности. Первая личность – это Господь, а вторая – мой наставник. Господь меня вдохновляет на это сердце. А мой наставник дал мне такие наставления, чтобы я всю жизнь давал людям знания. И он такой, я с этим не согласен. Я говорю, ну, это уже не моя проблема. Ну, то есть, он хотел меня сломать, понимаете, как личность. Чтобы я застеснялся и ушел со сцены навсегда. И потом сдох в тоске без своей деятельности, понимаете? Это не тот случай, не тот вариант. Я на такие штучки не поддаюсь. Или мужик уходит от женщины и говорит, я тебя не достоин, ты слишком хорошая. Бред. Ну, если ты слишком хорошая, так это же классно. Чего уходить-то? Наоборот, супер. Есть к чему стремиться. Итак, вы тему слушаете. Если вы пришли к врачу, вам он сказал, у вас хроническое заболевание. Оно неизлечимое. И вы поверили. Дальше что будет? Вы будете разрушены. Почему? Потому что вы поверили уже не в Бога. У человека в жизни впереди только счастье, только развитие, только прогресс. И даже если он предназначен для того, чтобы уйти из жизни в результате этого заболевания, которое он получил, он все равно должен не об этом думать. Понимаете? Он должен думать о Боге, молиться. И если он уходит из жизни в состоянии счастья, болезнь его не победила. Когда болезнь побеждает, означает, что человек разочаровывается в своей жизни. Он не понимает, значит, зачем он живет, не видит счастья в этой жизни. Это значит, что он проиграл. И это поражение могут стимулировать добрые люди, в кавычках. Я уже это сделал, я уже благодарил мужчину один, купил мандаринов на всех, на все три дня. Это очень круто. И так же меня попросили сказать, что книг, которых вчера не было, сегодня уже есть. Можно купить и после лекции подписать книжки. Рекламная пауза была. Вечное время ставит. Вот сюда, вот сюда. Еще вот так. Мои дорогие друзья, поймите, это очень опасное испытание. Я буквально два с половиной года назад подвергся ему. То есть, когда мой глаз обследовали, мне сказали, что у тебя глаукома, и ты никогда его не вылечишь, будешь жить на каплях. И дальше были интересные рассуждения врача. Он говорил правду мне. Но он говорил мне свою правду, не правду моей жизни. Понимаете, он мне говорил, если будешь, а я ему спрашивал, задавал вопросы, я говорю, я бегаю 16 километров. Он говорит, при глаукоме, это вот тебе показано, ты ослепнешь. Я говорю, я стою на голове. Он говорит, ты что, у тебя кукушка нормальная, ты же кандидат медицинских наук. Вот, я говорю, я в проруби купаюсь. Он говорит, при глаукоме нельзя в проруби купаться. И так далее. То есть, он разрушил мне всю жизнь. За полчаса консультации. То есть, мне ничего не осталось. Я когда вышел из него, я такой, от него я такой сижу, молюсь такой. Вот, понимаете, он мне такую веру вселил в сердце. Я сижу, он не хотел, он нормальный доктор. Просто свои обязанности выполнял. Я сижу, молюсь такой и выбираю. Или я вот живу как надо, правильно, всех людей вдохновляю. Но я слепну и такой, с повязки себе представляю, такой оператор, читаю лекцию, с повязки. Но живу правильно. Или сохраняю глаз и становлюсь дерьмом. Я такой выбираю. Повязка. Мне такая радость в сердце оказывается. Ну, то есть, понимаете, у меня был выбор. Или поверить врачу и умереть. Или дальше жить. Попытайтесь понять, дорогие мои друзья. Если вас убедили в том, что у вас неизлечимая болезнь, вы ничего не можете сделать. То вас убедили в чем? В том, что ваша жизнь бессмысленна. Вы остановились, вы закончили свою жизнь. То есть, вас убедили в том, что вы дальше уже не жрец. Понимаете? Но он меня не смог в этом убедить. Хотя, все козыри были в его пользу. У меня не было метода, который вылечит мою глоукому. То есть, я тоже считал, что из-за моей пробежки давление будет повышаться в глазу. Все, что он говорил, для меня было правдой. Но я выбрал жизнь, а не смерть. Потому что я знал это точно, что надо выбирать. И дальше, что интересное произошло. Я сел молиться. И начал просто в молитве. Сначала я молился, молился, молился. И почувствовал, что на меня навалилась судьба в виде этой болезни. И я просто взял и начал побеждать эту судьбу. И отвлекся от своего глаза. Ну, закапал там пару раз каплями этот глаз я. Вот он такой смолился. Ему так не понравились капли. Такой. Я думаю, ну, ладно, живи как можешь, брат. И начал молиться. Молился, молился, молился. И дальше я почувствовал, что у меня есть просто объем работы. Пытайтесь понять, что происходило. Я вам это говорю для вашего блага, дорогие мои друзья. Я почувствовал объем работы, что у меня есть просто судьба. Ее надо побеждать. Глаз тут вообще ни при чем. Понимаете, я вам говорю, кому. У кого деформирующий остеоартроз. У кого обездвиживается позвоночник. У кого приступы эпилепсии. Я вам говорю тем, кто не знает, что делать в своей болезни. Я вам рассказываю сейчас. Потому что он мне сказал, у тебя такая же болезнь, как он привел пример, как сахарный диабет. Те люди на инсулине живут. И нормально. А ты будешь на каплях жить. И нормально. Вот и все. Живи, как жил. Только вот это нельзя, то нельзя. Дышать нельзя. И так далее. Во время молитвы я почувствовал спокойствие сначала в сердце. Это значит, что я смогу победить болезнь. Я был уверен просто. У меня вот здесь было спокойствие. Как ее победить, я не знал. Потом дальше я начал молиться после спокойствия. Есть три стадии победы над судьбой. На второй стадии я почувствовал знание. И это знание мне начало как бы настраивать. Я почувствовал, что я с помощью каких-то точек лечебных смогу победить судьбу. Я нашел, что эти точки находятся в ухе. Потом я нашел, где в ухе конкретно эти точки находятся. Потом я туда поставил кнопку. Я занимаюсь их лукаванием. Ну, иголочку такую маленькую поставил. И мне сразу заломило глаз. Я прямо обрадовался. Это значит, что точно идет воздействие. Но глаз стало хуже. Это значит, что не то же поставил, что надо. И потом я начал искать разные вещи. И нашел, что семена вроде как-то помягче действуют на глаз. Хотя все равно тяжело. Потом я нашел семена, которые нормально вообще. То есть я ставлю, глазу хуже не становится. Я взял, купил себе аппарат глазного давления. Начал мерить глазное давление. И подобрал себе 9 семян, которые привели давление в полную норму. То есть я ставлю семена и сразу же, через 20 секунд буквально давление приходит в норму. После этого я начал изучать разные другие заболевания. И у меня буквально за полгода родилась новая методика лечения. Просто колоссальная по своей возможности. Кучу людей уже получили супер помощь. Понимаете? Особенно дети, аутисты, ДЦПшники, которых вообще никто не может лечить. Мы научились настраивать правильно мозг. То есть оказывается через уши идет глубокая настройка организма. Точно так же, как можно давление отрегулировать глазу. Так же можно отрегулировать работу мозга. Понимаете? При астме, при сахарном диабете. Ну как бы если уже инсулинозависимый, мы можем только человеку включить поджелудочную железу. Но при этом у нас нет такого, что мы можем с инсулина снять. Потому что сам инсулин, он расслабляет поджелудочную железу. Не дает ей работать. Но при этом люди начинают чувствовать себя лучше. Сахар в крови падает. Такие результаты тоже есть. Ну то есть в результате того, что я победил свою болезнь, я получил еще награду от Бога. То есть в хорошую методику лечения, которая многим людям помогает с такими болезнями, которыми вообще люди не знают, как лечиться. Психические заболевания также представляют лечь. Шизофрения там и так далее. Но если человек ставится, может это контролировать себя. Если он ничего не соображает, мы уже не можем, потому что надо ставить семена. Зачем я вам все это рассказал? Если в вашем сердце есть облом, который вам подарил доктор или астролог, или какой-то другой добрый человек, знайте, что то, что вам сказали, это неправда. В какой связи это неправда? Вот допустим у вас деформирующие суставы. Может быть вы никогда их не вылечите. Но понимаете, правда заключается в том, что вы можете быть счастливы даже с этой болезнью. И правда заключается в том, что никто толком не знает, можете вы вылечиться или нет. Это об этом знает только Бог. Может быть вы с тяжелой болезнью сможете вылечиться, а может быть нет. У меня есть одна знакомая, у нее обездвиженный позвоночник, ну рассеянный склероз болезни. Она выполняет все мои рекомендации. И она начала длительное движение неправданное. Но ей лучше не становится. И хуже не становится. Болезнь как бы замерла. Но при этом она начала вести группу в интернет с такими же людьми, как она, обездвиженными. И она им рассказывает свой опыт, как побеждать болезнь. Потому что она приобрела что? Она приобрела радость, нормальную жизнь. Понимаете? То есть она приобрела свою жизнь. Она вернула себе жизнь. Какой результат? Все эти люди, которые в ее группе, они все восстанавливают свое здоровье. То есть у них у всех улучшается. Понимаете? Они все начинают двигаться. У них проходит эта болезнь. Благодаря тому, что она ведет их за собой. И она сама счастлива. О чем я вам говорю сейчас? Я вам говорю о вашей жизни. Не соглашайтесь с поражением. Это просто обман. Человек живет только для счастья. Он не живет для того, чтобы сгинуть. Понимаете? Даже если он уходит из жизни раньше времени. Вопрос не в том, когда ты ушел, а в каком состоянии. Потому что если ты уйдешь в хорошем состоянии, ты родишься в хорошем состоянии. Все родятся позже, а ты опередился. Мы живем вечно, понимаете? И поэтому не надо падать духом. Субтитры создавал DimaTorzok